Ну а в Краснодарском крае из-за непогоды почти 250 тысяч человек остались без электричества. На регион обрушился сильнейший шквалистый ветер с порывами до 38 метров в секунду. В результате произошли тысячи обрывов лэп, сорваны крыши домов, школы и детские сады закрыты. В них сейчас организованы эвакуационные пункты. Ремонтные бригады работают в авральном режиме, однако их труд может оказаться бесполезным. Синоптики, прогнозирующие новую и еще более сильную бурю, уже этот ночью. С юга России передает Николай Долгачев. Даже перейти улицу в Новороссийске этим утром было непросто. Порывы ветра до 40 метров в секунду. От такого удара удержаться на ногах невозможно. Видно, как ребенка бросает на встречную полосу. Повезло не попасть под машину. На соседней улице в это же время женщину с тротуара выбросило прямо под колеса грузовика. Пока это единственная жертва стихии. Судя по разрушениям, их могло быть больше. Последствия ужасные. В прошлый раз заледенела вся набережная, корабли. Сейчас отрывают лавочки. Задний стенд. Отрывают, перекашивают. В школе 22-я. Оторвал окна. Шторм вдоль всего Черноморского побережья России. Аэропорты закрыты и на прием, и на вылет. Корабли из портов вышли в море, чтобы их не разбило причалы. Многометровые волны штурмуют набережные Анапы, Геленджика и Новороссийска. Очень серьезные последствия и для города, и для порта. Все очень сложно порой. Особенно для жителей города. Почему? Потому что срывает балконы и влетает все на свете. Вы сами видели, что тут по всей улице. Улицы городов опустили, но комфортно. Переждать непогоду дома мало кому удалось. Пола на ветер холодный. Крыши летят, камни летят, балки летят. Видел уже в многих местах разрушения, полонки. Света нет в многих местах в городе. Ветер разорвал линии электропередачи. Без света остались десятки поселков и целые города. Вся Анапа, часть Новороссийска. Более 200 тысяч человек. В Краснодарском крае небывалый блэкаут. Побережье замерзает. Такого масштабного отключения электричества здесь не было никогда. За несколько часов были повреждены провода сразу в нескольких районах. Тысячи отключений. Аварийные бригады не успевают все быстро восстановить. К сильному ветру в это время года здесь давно привыкли, но такие ураганы большая редкость. И впервые это настолько опасно для людей. В Новороссийске от энергоснабжения были отключены 4 больницы. К счастью, удалось быстро привезти дизель-генераторы и восстановить подачу электричества. В связи с тем, что может быть ситуация меняться в худшую сторону, мы предприняли решение, значит, и оборудуем сейчас школы для того, чтобы, если вдруг необходимость будет, туда можно было переместить жителей для обогрева, согрева, для пережидания этой стихии. В нескольких многоэтажных зданиях сорвало кровлю. Теперь, если пойдет проливной дождь, что вполне возможно, жителям этих домов придется спасать самое необходимое и эвакуироваться. Сейчас оперативные службы пытаются максимально быстро устранить повреждения. Энергетики привлекли бригады со всего региона. И в то же время на российском юге ждут еще более мощного урагана. По прогнозам, ветер может ударить еще сильнее уже этой ночью. Николай Долгачев, Тамара Нерстисян, Алексей Балакирев, Михаил Критоке, Мария Долгачева. Вести. Краснодарский край.